Представьте себе ситуацию. Утром, люди спешат на работу, переполненный лифт. Вы публику в лифте, вы можете себе представить, какую захотите. Это могут быть ваши соседи. Бабушка с внуком, грубиян, интеллигент, бомж, который в этом лифте живет. И вдруг в переполненный лифт с разбега залетает молодая девушка. Лифт трогается и застревает между этажами. Гаснет свет. Представьте себе полную темноту. И из темноты раздается голос. Ну че, коза, допрыгалась? Мужчина, вы оскорбляете или пристаете? Я чумею с твоего идиотизма. Слушай, ты, отюмелый, закрой своего поддувала. Если я опоздаю на тренировку, я начну ее здесь, с тобой. Ой, испугал. Ты кто, голос в ночи? Я боксер. А я уже поддувала закрыл. Господа, простите, а вот то, что лифт не едет, это так надо? Ага, бензин кончился. Че, больше спросить не о чем? Ну почему же? Есть о чем? Вы лишая не боитесь? А у вас что, лишай? Да, так зовут мою собаку. Смотрите ей на лапку, не наступите, а то она вам ногу откусит. Юрик, посмотри, с тортом все в порядке? И да, и нет. Как ты конкретней? Я на нем сижу. Девушка, а вы верите в любовь с первого взгляда, а? Да. А вы что, меня видите? Нет. Нет, иначе я бы не просил. Я при свете стесняюсь. Бабушка, я писать хочу. Нет, ну это не ребенок, а садюга. Ну все делать назло. Ну почему я не хочу, а ты хочешь? Хотя пиво мы с тобой поровну выпилим. А, да, мужики, мы шо так и будем здесь торчать, как шпроты. Восемь часов, а я еще трезвый. Юрик, ты слышал, восемь часов. Тебе пора делать укол. Ну делай. Простите, конечно, это не мое дело, но вы не боитесь в темноте промахнуться? А у меня муж лысый, он посветит. Как говорит наш пахан, делать укол в темноте все равно что ставит клизму в невесомости. Попробуй только мне ширни. Лишай сидеть. А, да, собачка, не плачь, они все сволочи. Понажрались, как свиньи, и все руки нам с тобой поддавили. Женщина, а ну сойди с моей мозоли. Интересно, а садилась в лифт, была девушка, а теперь уже женщина. Беспредел, вот так моргнешь, уже седая. Вы сами уперите свой локоть. Воткнули в пупок, как штопор. Это не локоть. Это нос. Бабушка, ну я писать хочу. А больше ты ничего не хочешь? Хочу. Это что это он там еще захотел? Бабушка, а можно я скажу тебе на ушко? Я хочу, чтобы вы вызвали лифтер. Мальчик, осторожней, чуть ухо не откусил. Бабуля, заберите своего маугли, дышит мне в ухо перегаром. Каким перегаром у меня с утра во рту раковы в мастинке не было? Лишай сидеть. Юрик, Юрик, мне страшно. Ну, выйди. Юрик, дай руку. Она у меня в торте. Ну, дай другую. Да не сюда, шалунишка. Юрик, у тебя что, три руки? А у тебя что, разве есть талия? Это не талия, это нос. Михаил, удари свою лапу с моей груди. Это не твоя грудь, это мое сало. Кто это копается у меня в кармане? Надо же, карман. А я-то думаю, откуда у меня в сумочке мужской сопливчик? Это не сопливчик, это паспорт. Девушка, а вы все-таки верите в любовь с первого взгляда, а? Вообще-то я не девушка противный. Но ты попал по назначению. Ой, западло, я с голубым в одном лифте. Как мне теперь, братве, в глаза смотреть? Он на тебя противный. Юрик, какой-то урод плюнул мне в глаз. Ну, плюнь ему в обратную. Это кто там собирается плевать? Да поцелуйте меня в хребет, чтобы я еще раз на лифте поехал. Ой, меня девушка обслюнявила. Фу, западло! Я не девушка. Я лишай. А что, разве собаки разговаривают? Голодный, да. Юрик, мне страшно, дай руку. Простите, а мальчик, который пописать, он почему молчит? А то мне не кажется, что ты сам ответил на свой вопрос. Нет, мне кажется, он собственно кто? Я мальчик. Внучок, а то ты? Да не. Но я тоже уже хочу. Что я купил-ка, три часа терпеть. Скажите, пожалуйста, а почему лифт так медленно едет? Мне уже пора быть в Таллине. А в Магадан не хочешь? Нет, а кто это? Лифтерша! Прям потерпеть они не могут. Чай прям пять минут попить нельзя. Друзья, что вылупились, выходите! Лифт открывается, люди вываливаются, помятые, лохматые, по уши в торте, но счастливые. И уже ничто не испортит им теперь настроение. Не лишай, не отдавленный нос, не укол мимо Юрика. И только наказанный дома мальчик никогда больше не будет с бабушкой пить пиво.